Всем привет! Здравствуйте! С вами Школка в Обществознании Мария Васильевна. Мы готовимся к ЕГЭ и в этом уроке изучаем темы функции органов государственной власти в России, разделения властей по Конституции и предметы ведения, что находится в исключительном ведении Российской Федерации, а что в совместном ведении РФ и субъектов. Это темы, которые нам нужны для 13-го тестового задания. Я думаю, вы прекрасно знаете и помните, что там как раз у нас вопросы про функции Государственной Думы, Совета Федерации, правительства, президента, Конституционного и Верховного Суда. И второй тип задания – это как раз про предметы ведения, что в исключительном ведении РФ, а что в совместном ведении РФ и субъектов. Но на самом деле и в других заданиях, и в других тестах, и в заданиях второй части эти темы тоже могут встретиться. Ну, скажем, во второй части, в 19-м или в 25-м может быть вопрос «Приведите примеры системы сдержек и противовесов», которые заложены Конституцией Российской Федерации. И для того, чтобы это написать, нужно, конечно, эти темы пройти. Сразу скажем, что то, что мы сейчас здесь будем с вами обсуждать, изучать, это информация напрямую из Конституции. То есть вообще очень важно для нашего экзамена Конституцию прочитать полностью. Если вы еще этого не сделали, это важно. Сделайте. Конституция – это тоненькая книжечка, но нельзя ходить на ЕГЭ по обществознанию, не прочитав ее полностью. И еще обращу внимание, что нам нужна редакция Конституции после 22-го года, потому что в 22-м году в Конституции РФ были внесены довольно существенные поправки, в том числе вот в то, что нам нужно для 13-го теста на ЕГЭ, то есть функции госорганов. Ну, давайте начинать. Во-первых, конечно, я думаю, вы понимаете, что в древности никакого разделения властей не было. Власть концентрировалась в руках изначально вождя, князя, потом монарха. И разделение властей – это довольно уже поздняя идея. Тем не менее, на сегодняшний день она считается важной для организации политической жизни в странах. Давайте с вами скажем, что такое разделение властей. Это политико-правовая теория и практика, согласно которой государственная власть должна быть разделена на три независимые самостоятельные ветви власти – законодательную, исполнительную и судебную. Зачем это нужно? Каковы принципы разделения властей? Значит, вот мы делим всю власть на законодательную, исполнительную и судебную. Ветви власти равны. Ни одна из ветвей не может быть упразднена другой. То есть, например, законодательная власть не может упразднить судебную. Сказать, что вот мы теперь будем и судить. Никакая власть не может пользоваться правами, предоставленными другой ветви власти. И очень важно, чтобы судебная власть действовала независимо от политического влияния. Судьи должны быть самостоятельны, должны подчиняться только закону и конституции и пользоваться правом длительного пребывания в должности. Но опять же для того, чтобы никто не мог повлиять на их решение. Кстати, даже в тестах ЕГЭ про демократическое государство, его признаки, этот момент встречается. То есть, если, например, вы в тесте видите административный контроль за отправлением правосудия, то имеется в виду, что какой-то другой госорган, парламент или правительство, или чиновник, президент, депутат, министр, мэр и так далее, может повлиять на судебное решение. Это и будет административный контроль над отправлением, то есть осуществлением правосудия. И это не будет признаком правового государства. То есть, тогда, скорее всего, это государство не демократическое, но, вероятнее всего, авторитарное. Потому что, если мы говорим о демократическом государстве, то там судьи должны быть независимо, самостоятельно в своей деятельности руководствоваться только законом и конституцией. И не должно быть вот этого административного контроля над отправлением, то есть осуществлением правосудия. Цель разделения властей – это предотвращение, возвышение одной ветви власти над другой. Это недопущение захвата власти одним органом или одним лицом. И также важная цель – это обеспечение системы сдержек и противовесов. То есть, системы взаимного контроля и взаимной ответственности между различными ветвями государственной власти при принятии наиболее важных решений с целью минимизации ошибок в управлении. То есть, какие-то самые важные вопросы ветви власти должны согласовывать между собой, должны иметь возможность проконтролировать друг друга. Ну, скажем, самый простой, на мой взгляд, пример – это пример про государственный бюджет в Российской Федерации, про его формирование и исполнение. То есть, правительство Российской Федерации разрабатывает бюджет, потом он принимается Государственной Думой, затем, кстати, дальше одобряет Советом Федерации, подписывается президентом, то есть, дальше его путь, как у любого закона. Любой закон Госдума принимает, Совет Федерации одобряет, президент подписывает. И вот после, соответственно, принятия бюджета, получается, законодательным органом, федеральным собранием в составе Госдумы и Совета Федерации, правительство РФ исполняет бюджет и потом отчитывается перед Госдумой об исполнении федерального бюджета. Вот вам пример системы сдержек и противовесов. Или еще пример, скажем, президент РФ имеет право наложить вето на закон, принятый Федеральным Собранием, то есть, принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации. Право вето президента – это право не подписать закон, принятый Федеральным Собранием, и вернуть его обратно на доработку в Госдуму. При этом у Федерального Собрания в составе Госдумы и Совета Федерации есть возможность преодолеть право вето президента. Это тоже пример системы сдержек и противовесов, заложенной в Конституции России. Если мы это пишем во второй части, можно так подробно не описать, а просто, например, написать, что президент обладает правом вето, то есть, правом не подписать закон, принятый Федеральным Собранием РФ. Это будет тоже пример. Или, например, президент России по Конституции является Верховным Главнокомандующим. Он может принять решение о использовании вооруженных сил РФ за пределами территории РФ, но для этого ему нужно одобрение Совета Федерации. То есть, Совет Федерации должен одобрить это решение президента. Ну, и с точки зрения Конституции может также и не одобрить. Это тоже пример системы сдержек и противовесов. Таких механизмов в нашей Конституции заложено довольно много, и про это тоже может быть вопрос. То есть, еще раз, система сдержек и противовесов это система взаимного контроля и взаимной ответственности между различными ветвями государственной власти с целью минимизации, то есть уменьшения возможных ошибок в управлении. Как выглядит система разделения властей? Вообще, да, вот в общем виде, ну, для любой страны где-то система существует и применяется. Вся власть делится на три самостоятельные независимые ветви. Законодательная власть, которая, очевидно, дает, создает законы, да. Законодательная власть обычно представлена парламентом, да, иначе это можно назвать законодательным собранием. В нашей стране законодательное собрание, парламент наш, называется Федеральное собрание и состоит из двух палат Государственной думы и Совет Федерации. Дальше, вторая ветвь власть – это исполнительная власть. Она, что следует из названия, исполняет, реализует законы, принятые законодательной властью. И орган исполнительной власти – это правительство. В нашей стране это так и называется правительство РФ. И судебная власть осуществляет правосудие, и она представлена различными судами. У нас, например, есть два суда высшей юрисдикции, это Конституционный и Верховный суд, и есть дальше система судов. Да, федеральные суды, есть арбитражный суд, есть мировые суды. Нам для 13-го задания нужно выучить функции госорганов. Вот, например, да, Федерального собрания, Совет Федерации и Госдумы. Но для других тестовых заданий, ну и, может быть, и для второй части, тоже нужно представлять себе, как парламент у нас, законодательное собрание наше, которое, еще раз скажем, называется Федеральное собрание РФ, как оно формируется. Давайте посмотрим. Значит, Федеральное собрание РФ – это наш двухпалатный парламент, наше двухпалатное законодательное собрание, постоянно действующий, представительный и законодательный орган власти в России. Верхняя палата Федерального собрания – это Совет Федерации. В Совет Федерации входит по два представителя от каждого субъекта РФ, по одному от законодательной власти и по одному от исполнительной власти субъекта. То есть, смотрите, какая идея. Во-первых, надо осознать, что вот Совет Федерации, его члены называются, соответственно, члены Совета Федерации или еще сенаторы. Если слышите где-то в новостях или читаете слово сенаторы, то, значит, это члены Совета Федерации. Так вот, Совет Федерации, он неголосованием всенародным формируется. Мы с вами, граждане-избиратели, не голосуем за состав Совета Федерации. Тут другая идея. Вот мы сейчас обрисовали, как власть разделена для всей Российской Федерации, то есть мы назвали именно федеральные органы, вот федеральное собрание, состоящее из Госдумы и Совета Федерации, это наша законодательная власть, правительство РФ – исполнительная власть, ну и там, соответственно, судебная. Но важно осознать, что в субъектах Российской Федерации, то есть в областях, краях, республиках и так далее, в составе РФ, тоже вот на этом региональном уровне система разделения властей существует и действует. То есть также, например, возьмем Тульскую область, есть законодательное собрание Тульской области, то есть как бы вот парламент Тульской области, да, Дума Тульской области, есть правительство Тульской области, да. Ну вот есть, например, Тульский областной суд. То есть вот эта система разделения властей, она существует для всей Федерации, а также в каждом субъекте тоже существует. И вот в Совет Федерации приезжает по два представителя от каждого субъекта, от каждого региона, от каждой области, края, республики в составе РФ и так далее. Да, один человек от законодательной власти субъекта, один от исполнительной. И также президент может назначить не более 30 представителей в состав Федерального собрания, ну, самостоятельно вот по своей воле, из которых не более 7 могут даже быть назначены им пожизненно. Соответственно, вот от каждого субъекта, да, по два представителя, плюс не более 30 сенаторов, членов Совета Федерации, которых назначает президент. И сенатором, членом Совета Федерации, может быть гражданин РФ, достигший 30 лет. Вот, ну, кстати, для депутатов Госдумы, скажем, и для президента часто в тестах спрашивают возраст, да, когда можно стать депутатом Госдумы, когда президентом. Для Совета Федерации, вот я что-то как-то это в тестах не помню, но тоже, да, давайте на всякий случай отметим, что для сенаторов, соответственно, нужно быть старше 30 лет. Ну, соответственно, это должен быть гражданин РФ, постоянно проживающий в РФ, не имеющий иностранного гражданства или вида на жительство в иностранном государстве. И также сенаторам, ну, так же ровно как и депутатам Госдумы и президенту запрещено открывать, иметь счета, вклады, хранить деньги, ценности в иностранных банках, которые расположены за пределами территории РФ. Вторая палата нашего Федерального Собрания – это Государственная Дума. Смотрите, Государственная Дума, пишем все с большой буквы. Государственная с большой буквы Дума, тоже с большой буквы. При этом, обратите внимание, Дума с одной М. Некоторые почему-то пишут с двумя, но это фактическая будет ошибка, если вы где-то во второй части в названии госоргана, допустите, вот, описку, да, ошибку. То же самое и Совет Федерации, тоже Совет, с большой буквы Федерации, тоже с большой буквы. В Государственной Думе у нас с вами 450 депутатов, да. Из них половина, 225 депутатов, избирается от партии по пропорциональной системе, и 225 избирается по мажоритарной системе, по одномандатным избирательным округам, да. И вот таким образом 450 депутатов у нас избирается по смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системе. Сроком на 5 лет. Госдума избирается на 5 лет. То есть здесь уже, да, есть всеобщие вот эти выборы. Депутатом Госдумы может быть гражданин РФ, достигшие 21 года, ну и имеющие право, соответственно, участвовать в выборах, постоянно проживающие на территории РФ, опять же, не имеющие гражданства, вида на жительство в иностранном государстве и вклады в каких-то счетов в иностранных банках, да. Здесь все, в общем, будет одинаково. То есть здесь мы просто запоминаем, что Госдума избирается на 5 лет по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. 21 год – это минимальный возраст для того, чтобы баллотироваться, то есть избираться в Государственную Думу. Теперь давайте про правительство. Значит, правительство у нас состоит из председателя правительства, заместителей председателя правительства и федеральных министров, которые возглавляют министерство. Министерство есть по всем направлениям деятельности, то есть Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство обороны, Министерство энергетики и так далее, и так далее, да. по всем направлениям у нас есть министерство. Ну и еще раз напомню, у нас есть два суда высшей юрисдикции, это Конституционный суд и Верховный суд. Верховный суд – это высший судебный орган по всем делам, гражданским, уголовным, административным, по экономическим спорам. А Конституционный суд, он, как следует из названия, занимается Конституцией. Он толкует Конституцию. Толкование Конституции – это значит, что только Конституционный суд может при возникновении споров, вопросов разъяснить, что же там написано. То есть, если кто-то из нас, из чиновников, госорганов, не понимает, как правильно нужно толковать, понимать какую-то норму, какую-то статью Конституции, официально разъяснить, что же там написано и что это значит, может только Конституционный суд. Конституционный суд также проверяет нормативно-правые акты, то есть законы, на соответствие Конституции. Мы с вами помним, что Конституция имеет высшую юридическую силу, и это значит, что все законы должны соответствовать Конституции и не могут противоречить ей. Соответственно, если возникает вопрос, а вот этот принятый закон, он вообще соответствует Конституции, основному закону, то вот проверить это и дать официальное решение может тоже только Конституционный суд. И третья полномочия Конституционного суда – это разрешение споров о компетенции между различными органами госвласти. Проще говоря, если какие-то госорганы, не знаю, там Госдума, опять же, Совет Федерации, правительство, грубо говоря, не могут разобраться, кто из них что должен делать, да, вот есть какой-то вопрос, а вот в чьей он компетенции, кто это должен решать и делать. Вот разрешить этот спор о компетенции, да, чьи это полномочия, может только тоже Конституционный суд. Опять же, потому что Конституционный суд знает Конституцию, да, разбирается в ней, а все эти функции госорганов, они, собственно, в Конституции и перечислены. То есть для себя важно отметить, если вдруг в 13-м задании тестовом у вас что-то про толкование Конституции, проверки закона на соответствие нормативно-правовому акту, имеющему высшую юридическую силу, то есть на соответствие Конституции, что-то про разрешение споров о компетенции между органами госвластии, то это Конституционный суд, потому что это все написано в Конституции, да, и Конституционный суд, вот он ей ведает. Теперь давайте скажем с вами про правительство. Значит, правительство осуществляет исполнительную власть. Есть глава правительства, да, председатель правительства, но в других странах это часто называется премьер-министр, и в заданиях ЕГЭ, скажем, в 22-й задаче тоже, да, это довольно часто премьер-министр, то-то, то-то. Но если мы говорим про Россию, задание у нас именно про Россию, не надо писать премьер-министр, потому что у нас глава правительства официально по Конституции называется председатель правительства. Да, вот председатель правительства возглавляет правительство, логично. Под общим руководством президента РФ. Председателя правительства и всех федеральных министров назначает президент. Но тут тоже, как говорится, есть нюансы. Потому что должность очень важная. А мы помним про идею системы сдержек и противовесов. Соответственно, председатель правительства назначается президентом. Но после утверждения его кандидатуры Государственной Думой. То есть президент вносит в Государственную Думу кандидатуру, которую он рассматривает на пост председателя правительства. И он это должен сделать в течение двух недель после вступления в должность. То есть перед вновь избранным президентом РФ правительство РФ слагает свои полномочия. И вот, соответственно, президент вносит в Госдуму кандидатуру председателя правительства. Госдума рассматривает эту кандидатуру в течение недели. И, соответственно, дает согласие президенту на эту кандидатуру. После этого президент назначает председателя правительства. Но также Государственная Дума может отклонить вообще-то по Конституции, есть такая возможность, эту кандидатуру. И вот если Госдума трижды не согласует кандидатуру, которую предлагает президент, то президент уже сам по своей воле назначает председателя правительства и имеет право, но не обязан, имеет право распустить Госдуму и назначить досрочные выборы в Госдуму. Из этого всего, во-первых, мы можем взять для примера системы сдержек и противовесов вот эту простую идею, что Государственная Дума согласует кандидатуру на пост председателя правительства, внесенную президентом, и после этого президент назначает председателя правительства после согласования с Госдумой. Затем вот этот вновь назначенный председатель правительства предоставляет уже президенту предложение о структуре правительства и представляет Госдуме кандидатуры своих заместителей и федеральных министров. Опять же, Госдума должна согласовать этих кандидатов на посты министров федеральных и заместителей председателя правительства, и после того, как Госдума утвердила, президент назначает вот этих министров и заместителей председателя правительства. То есть давайте еще раз. Значит, президент, вновь избранный, вносит в Государственную Думу кандидатуру на пост председателя правительства, Госдума согласует, президент назначает председателя правительства. Потом председатель правительства назначенный, вносит в Государственную Думу кандидатуры своих заместителей и кандидатуры федеральных министров, Госдума согласует, и президент назначает этих заместителей и федеральным министрам. Может встретиться вам вопрос о прекращении полномочий правительства. То есть вот какие могут быть ситуации, когда правительство в этом вот текучем составе перестает как бы быть правительством, да, слагает полномочия. Что тут может быть? Значит, во-первых, правительство может подать в отставку вот просто по собственному желанию. Ну, какой-то вот кризис в правительстве, да, ну, разные могут быть ситуации, и правительство вот может подать в отставку. И президент принимает или отклоняет эту отставку. В принципе, может не согласовать, сказать, вот нет, работайте. Президент сам может принять решение об отставке правительству. Также перед вновь избранным президентом правительство слагает полномочия. И еще Государственная Дума может выразить недоверие правительству. Вот, ну, тоже по какой-то причине, да, потому что, например, правительство плохо исполняет законы, которые там приняты Госдумой. Ну, как вариант, да, так, если в целом рассуждать. То есть вот еще такая система сдержек противовесов тоже есть. Государственная Дума может выразить недоверие правительству. Теперь давайте про президента поговорим. Значит, у нас по Конституции президент является главой государством, гарантом Конституции, гарантом прав, свобод, человека и гражданина. Но при этом президент не принадлежит ни к одной из ветвей власти. Да, ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной. Ну, формально, да, с точки зрения Конституции. В действительности, конечно, вы сами можете увидеть по Конституции, что у президента очень много очень серьезных и важных полномочий. Тем не менее, формально президент не возглавляет правительство, да, например. Ну, есть отдельный пост председателя правительства. А президент, вот он глава государства и не принадлежит ни к одной из ветвей власти. Значит, какие у нас есть требования к кандидату в президенты? Любят это тоже спрашивать. Давайте посмотрим. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, проживающий на территории РФ не менее 25 лет. Тут имеется в виду случаи, когда у человека при рождении, например, или там в детстве было иностранное гражданство. Потом человек этот получил гражданство РФ. Вот если он в дальнейшем баллотируется на пост президента, ему нужно проживать непрерывно на территории РФ не менее 25 лет. Опять же, не иметь гражданства иностранного государства, вид на жительство в иностранном государстве. Не иметь, опять же, вот эти вот все там счета, вклады в иностранных банках и так далее. Значит, что тут нам еще про президента важно знать? Что президент у нас избирается на 6 лет. На 6 лет гражданами РФ на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. Это у нас в Конституции так написано. Ну и теперь давайте повторим непосредственно для 13 задания функции Госдумы, Совета Федерации, правительства, президента. Давайте смотреть. Значит, функции Государственной думы. Утверждает по представлению президента кандидатуры председателя правительства. Ну, это мы с вами обсудили, да, как этот механизм работает. Утверждает по представлению председателя правительства кандидатуры заместителей председателей правительства. Заслушивает ежегодные отчеты правительства о результатах деятельности, например, об исполнении бюджета. Назначает на должность и освобождает от должности председателя Центрального банка и заслушивает отчеты Центрального банка ежегодные. Вот это важный момент, потому что часто мы путаем в 13-м задании, если это встречается, значит, председателя ЦБ назначает Госдума. Председателя Центрального банка назначает Государственная дума. И при этом Государственная дума назначает заместителя председателя Счетной палаты. Также Госдума назначает и освобождает от должности уполномоченного по правам человека, объявляет амнистию. Амнистия – это освобождение от наказания или смягчение наказания для группы осужденных по какой-то статье. То есть, обычно это не тяжкие преступления, конечно. Может быть, какие-то преступления экономического характера, небольшой тяжести, опять же. Нет какой-то обязанности у Госдумы обязательно амнистировать какие-то точные периоды, когда Госдума должна объявить амнистию. Это ничего нет. Но периодически Госдума действительно амнистию объявляет. Не путайте с помилованием. Помилование – это тоже освобождение от наказания или его смягчение, но оно лично для конкретного человека, который написал прошение на имя президента о помиловании. Потом, значит, комиссия по помилованию предпрезиденте рассматривает. То есть, помилование – оно личное, и оно осуществляется президентом. Помилование – президент, амнистия – Госдума. Значит, еще Госдума может выдвинуть обвинение против президента РФ для отрешения его от должности. То есть, именно выдвинуть обвинение. Если дальше все процедуры будут проведены, то уже отрешить президента от должности сможет Совет Федерации. Тоже, кстати, система сдержек и противовесов. Теперь давайте смотреть Совет Федерации. Утверждение изменения границ между субъектами РФ. То есть, есть две области соседствующие, два края, республики, неважно. Вот где там точная между ними граница, если вдруг это неясно по какой-то причине, неопределено, непонятно, то утвердить изменение границ между субъектами РФ может только Совет Федерации. Также Совет Федерации утверждает указ президента о введении военного положения, утверждает указ президента о введении чрезвычайного положения. Опять же, если нужно написать примеры про систему сдержек и противовесов, вы можете написать, что президент вводит военное положение, а Совет Федерации утверждает указ президента о введении военного положения. То же самое. Президент вводит чрезвычайное положение, и Совет Федерации утверждает указ президента о введении чрезвычайного положения. То есть, опять же, с точки зрения норм Конституции, вообще-то может и не утвердить. Дальше. Совет Федерации разрешает вопрос о возможности использования вооруженных сил РФ за пределами территории РФ. Совет Федерации назначает выборы президента. Значит, выборы в Госдуму назначает президент, а выборы президента назначает Совет Федерации. Совет Федерации отрешает президента от должности, назначает по представлению президента председателя Конституционного суда, судей Конституционного суда, председателя Верховного суда, заместителей председателя Верховного суда и судей Верховного суда. Соответственно, опять же, если в 13-м задании вас спрашивают, кто назначает судей Конституционного суда, кто назначает судей Верховного суда, ответ Совет Федерации. Но опять же по представлению президента, то есть кандидатуры предложат Совету Федерации президент. Тоже, кстати, пример системы издержек и противовесов. Совет Федерации проводит консультации по предложенным президентам кандидатурам на должности генпрокурора и заместителей генерального прокурора, назначать генпрокурора будет президент, но после проведения консультации по этим кандидатурам Советом Федерации. И Совет Федерации освобождает от должности председателя счетной палаты и половину от состава их аудиторов по представлению президента. То есть идея какая? Президент предлагает Совету Федерации кандидатуру на пост председателя счетной палаты, Совет Федерации назначает председателя счетной палаты, а заместителей председателя счетной палаты назначает Госдума. Вот тоже такой момент, еще раз давайте скажем. Значит, Госдума назначает председателя ЦБ, Центрального банка, а Совет Федерации назначает председателя счетной палаты. Но при этом заместителя председателя счетной палаты назначает Госдума. Это тоже иногда вот такое каверзное в 13 задании ЕГЭ встречается. Что еще? Совет Федерации заслушивает ежегодные доклады Генерального прокурора о состоянии законности И правопорядка в РФ Еще раз скажу, все эти функции госорганов Можно просто по Конституции учить Там прям отдельные главы Там федеральное собрание И там написано все про Госдуму, Совет Федерации Правительство РФ И там все про правительство И про формирование, и про отставку И про функции Ну и также конспект к этому уроку есть Можете и по конспекту тоже Теперь давайте про правительство Значит, когда мы с вами делаем 13-е тестовое задание Есть хорошая подсказка Запомните ее, пожалуйста Правительство никого не назначает То есть, если у вас в 13-м Вот что-то про назначение кого-то Это назначать может Госдума, Совет Федерации и президент Точно не правительство Ну и понятно, в 13-м у нас не бесконечная вариативность То есть, у нас там как бы Несколько пунктов, которые надо распределить И иногда эта подсказка очень классно помогает Правительство никого не назначает При этом, когда у вас в 13-м задании Что-то про какую-то реальную управленческую деятельность Обеспечивает проведение единой политики в области культуры, образования, здравоохранения Обеспечивает государственную поддержку волонтеров Обеспечивает поддержку научно-технологического развития и так далее Какая-то реальная управленческая деятельность Регулирование повседневной жизни, управления делами Это всегда правительство Вы себе говорите Здесь есть логика Правительство – это орган исполнительной власти Оно непосредственно управленческой деятельностью занимается Поэтому, если у меня что-то про управление, осуществление Что-то такого жизненного Это будет правительство И правительство никого не назначает Давайте еще посмотрим четко функции правительства. Семьи, сохранение традиционных семейных ценностей и в области охраны окружающей среды. Еще раз, когда у вас в 13 задании обеспечивает проведение единой политики и дальше наука, культура, образование, здравоохранение, это правительство, обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития в РФ, обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, создает доступную среду для инвалидов. Осуществляет управление федеральной собственностью. Федеральная собственность это какие-то объекты, которые, скажем так, на балансе федеральном. Есть какие-то, например, памятники культуры, архитектуры, какие-то, например, заводы производства, которые прям в федеральной собственности, принадлежат именно Российской Федерации. Вот управлять этим всем богатством будет правительство. И это называется осуществление управления федеральной собственностью. Делает это правительство. Еще что. Осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности. Опять же, как бы себе вот говорите, что, например, полиция, правоохранительный орган, ну и другие на самом деле правоохранительные органы, они же как бы вот относятся тоже к исполнительной власти. Соответственно, обеспечение безопасности, охрана правопорядка, борьба с преступностью. Это тоже будет все функции правительства. Осуществление мер по поддержке институтов гражданского общества, некоммерческих организаций. Меры по поддержке добровольческой волонтерской деятельностью. Реализация принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений. Создает условия для развития системы экологического образования граждан. Он издает постановление и распоряжение. Это вот то, что у нас относится к правительству. Да, тоже обратите внимание, есть такая тут хитрость. Вот постановление и распоряжение, они у правительства. Да, правительство издает постановление или правительство издает распоряжение. А у президента будут указы и распоряжения. То есть распоряжение, получается, может издать и правительство, и президент. Но только правительство постановление издает, и только президент указы. Вы можете запомнить майские указы Путина. То есть это тоже в 13-м может быть. У вас может быть написано, издает постановление и распоряжение, тогда это правительство. А может быть, издает указы и распоряжение, и тогда это президент. Будьте внимательны. Теперь давайте про функции президента. Значит, когда вы делаете 13-й тест, и если вдруг у вас какие-то сомнения, вы прямо не идеально выучили, это на самом деле задание, которое из года в год минимальное количество ребят делает. Потому что, понятно, оно как бы на зубрежку, скажем так. Так вот, такая общая подсказка про функции президента, она может быть о том, что президент самые какие-то крутые, важные вещи делает. Вот прям что-то такое, там, серьезное, когда написано с большой вероятностью от президента. Ну, давайте посмотрим. Значит, президент назначает председателя правительства, кандидатуру которого утвердила Госдума, осуществляет общее руководство правительством, значит, назначает федеральных министров после того, как их кандидатура утверждена Госдумой, представляет Госдуме кандидатуру для назначения на должность председателя Центрального банка. То есть, еще раз, председателя ЦБ назначает Госдума по представлению президента. Сначала президент Госдуме представляет кандидатуру на пост главы, на пост председателя ЦБ, да, и после этого Государственная Дума назначает председателя ЦБ. Назначает на должности заместителей председателя правительства, ну и, соответственно, освободить их от должности тоже имеет право. Представляет Совету Федерации кандидатуру для назначения на должности председателей Конституционного Суда, заместителей председателей Конституционного Суда, судей Конституционного Суда, председателей Верховного Суда, судей Верховного Суда. Опять же, запоминаем, назначает конституционных судей, судей Верховного суда, Совет Федерации, но по представлению президента, представляет кандидатуры на вот эти судебные высшие посты президент Совету Федерации, а Совет Федерации их назначает. Дальше президент назначает генерального прокурора, заместителей генерального прокурора после консультации с Советом Федерации, назначает представителей ВРФ, вот эти вот не больше 30 человек в Совет Федерации. Помните, да, мы сказали, что в Совете Федерации у нас по два представителя от каждого субъекта РФ, плюс до 30 человек президент может назначить самостоятельно до 30 сенаторов. Ну, соответственно, вот тоже это он может сделать. Еще что, значит, формирует Государственный совет, да, вот у нас появился после поправок 22 года этот вот Государственный совет, Госсовет, и, соответственно, президент его формирует, да, формирует, ну и опять же, да, там про счетную палату. Мы с вами помним, что назначает председателя счетной палаты Совет Федерации, но тоже по представлению президента. Соответственно, президент представляет Совету Федерации кандидатуру для назначения должности председателя счетной палаты. И, опять же, представляет Госдуме кандидатуру на пост заместителя председателя счетной палаты. Ну, в действительности, на самом деле, в 13-м, если вы эти задания решали, когда тренировались, вы видели, что, ну, вот настолько обычно такие вот нюансы стараются не спрашивать, но, например, просто вот кто назначает, да, там назначение председателя ЦБ, это может быть, тогда выберем Госдума, да, назначение председателя счетной палаты и половину аудиторов счетной палаты выберем Совет Федерации, назначение заместителя председателя счетной палаты и половина от числа аудиторов счетной палаты это Государственная Дума. То есть, ну вот такого плана вполне вопросы возможны. Также президент формирует Совет Безопасности, формирует администрацию президента, назначает, освобождает от должности высшее командование вооруженных сил РФ, назначает выборы в Госдуму, назначает референдумы, ну если это необходимо, опять же нет такой обязанности там регулярно раз в сколько-то лет назначить референдумы, но если это происходит, то референдумы назначает президент, может вносить законопроекты в Госдуму, подписывает и обнародует федеральные законы, обращается к федеральному собранию с ежегодным посланием. Ну и также вот всякие такие, если красивые пафосные вещи у вас написаны, что там гарант Конституции, прав свобод человека, определяет направление внутренней и внешней политики, охрана суверенитета, обеспечивает охрану суверенитета, это тоже будет президент. Вы тоже будьте внимательны, потому что просто обеспечение общественной безопасности, борьба с преступностью, это ну вот как бы вот эта вот рутинная деятельность, ну вот ловить преступников, бороться с правонарушениями, это правительство. А вот если обеспечение суверенитета, вот такие пафосные крутые штуки написаны, это будет функцией президента. Еще из важного, президент решает вопросы гражданства и предоставления политического убежища, то есть это уже часто в 13-м бывает, предоставление гражданства. Это президент. То есть формально все люди, которые получают гражданство РФ, они все как бы получают его от президента. Президент также решает вопросы представления политического убежища, награждает государственными наградами, присваивает почетные звания РФ, например, Героя России, осуществляет помилование, еще раз, амнистия – это Госдума, помилование – это президент, и издает указы и распоряжения. Еще раз, да, постановление и распоряжение у правительства, а указы и распоряжения у президента. Про функции Конституционного суда мы уже с вами сказали, что это вот все, что связано с Конституцией, толкование, проверка законов на соответствие Конституции, разрешение споров о предметах ведения между органами госвласти на основе Конституции, соответственно. А Верховный суд, вам про него надо просто знать, что это высший судебный орган в России по всем делам – гражданским, уголовным, по экономическим делам, уголовным, да, ну, по всем, по всем делам Верховный суд, как бы, самый главный. Соответственно, он осуществляет общий надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и является высшей апелляционной и касационной инстанцией. Ну, то есть, именно вот высшее обжалование, да, возможно, тоже Верховный суд только. А также он анализирует судебную статистику и дает разъяснение по вопросам судебной практики. Теперь переходим, как бы, ко второму варианту 13-го тестового задания на ЕГЭ по обществу знанию – предметы ведения, да, но здесь нам надо, вообще-то, вспомнить, что такое федеративное устройство Российской Федерации, да. Мы помним, что по государственно-территориальному устройству Россия – это федерация, да, федерация – это когда у вас в стране есть субъекты, территориальные единицы, которые имеют некоторую политическую самостоятельность, да. И у России сложное федеративное устройство, потому что часть субъектов РФ образована по национально-государственному признаку. Это республики, автономная округа, автономная область. Она у нас единственная, еврейская автономная область. И при этом у нас есть просто территориальные субъекты, это области, края, города федерального значения. Их у нас три, да, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Вот, вас не спросят общее количество субъектов, названия там всех республик или всех краев областей, абсолютно нет. Но надо знать, да, что в состав Российской Федерации входят республики, автономная округа, автономная область, края, области, города федерального значения. Каковы принципы федерализма в РФ? То есть вот на чем, да, вот это федеративное устройство должно строиться и осуществляться? Это принцип государственной целостности, принцип равенства и самоопределения народов, принцип единства системы государственной власти, принцип верховенства федерального права и принцип разграничения предмета введения между РФ и ее субъектами. Это, собственно, 71 и 72 статьи Конституции. И именно вот то, что написано в 71 и 72 статьях Конституции, это и является вторым типом 13-го теста на ЕГЭ. То есть первый вариант мы с вами обсудили, да, там у нас спрашивают, что делает Госдума, Совет Федерации, Правительство, Президент и Конституционный Верховный Суд. А второй и последний вариант 13-го теста это предметы введения, что в исключительном введении РФ, а что в совместном введении РФ и субъектов. И это означает, что некоторые вопросы могут решаться только на уровне вот всей Российской Федерации. Регионы, области, края, республики, неважно, вот отдельные конкретные регионы не могут по каким-то вопросам проявлять самостоятельность. Должны полностью подчиняться решениям Федерального Центра. Понятно, логично, что это какие-то самые важные вопросы, вопросы, которые на всей территории страны должны решаться абсолютно одинаково. И наоборот, в совместном введении РФ и субъектов находятся какие-то вопросы, где субъект может и должен учитывать свою специфику географическую, климатическую, национальную, языковую. И вот эта логика, она, в общем, нам способна помогать при решении этого теста. Если это что-то суперважное, что должно одинаково решаться на всей территории России, это исключительное введение РФ. И что-то, ну так скажем, не такое принципиально важное, там, где возможны региональные отличия, да, вот что-то связанное с культурой, с языком, это будет в совместном введении РФ и субъектов. Итак, давайте посмотрим, что у нас находится в исключительном введении РФ. Принятие изменения конституции, федеральных законов, контроль за их соблюдением. Федеративное устройство и территория РФ. Но, опять же, логично, никакой субъект не может просто так по своей воле изменить свои границы или, например, выйти из состава РФ. Да, вот, федеративное устройство это исключительно введение РФ. Регулирование и защита прав свободы человека и гражданина, гражданство РФ, регулирование и защита прав национальных меньшинств. Организация публичной власти, установление системы федеральных органов исполнителя законодательной и судебной власти, федеральная государственная собственность и управление ЕЮ, установление основ федеральной политики, федеральные программы в области государства, экономического, экологического, научно-технологического и так далее развития РФ, установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования, установление правовых основ единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики, федеральные экономические службы, включая федеральные банки, федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные фонды регионального развития. Значит, тут есть очень крутая подсказка, которая вам очень поможет. Если у вас вот в этом типе теста о предметах ведения есть слово федеральный, то это всегда только исключительное ведение. Дальше можно просто не читать. Что угодно федеральное, федеральный бюджет, федеральные налоги, федеральная собственность, федеральные программы, федеральная политика, вот что угодно со словом федеральный, федеральные пути сообщения, что угодно федеральное, все это сразу безоговорочно исключительное ведение РФ. Федеральные законы, например, все что угодно федеральное, это исключительное ведение РФ. Это реально очень помогает при решении теста. Еще что. Федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, федеральный транспорт, пути сообщения, информационные технологии, связь, деятельность в космосе, внешняя политика и международные отношения РФ, международные договоры, вопросы войны и мира, оборона и безопасность, оборонное производство, определение статуса и защиты госграницы, территориального моря, воздушного пространства, судоустройство, прокуратура, уголовное, уголовно-исполнительное законодательство, амнистия, помилование, гражданское законодательство, процессуальное законодательство, правовое регулирование интеллектуальной собственности. Еще раз, вот это вопросы, которые должны абсолютно одинаково решаться на всей территории РФ. Вот, например, судоустройство. То есть, как устроены суды? Ну, очевидно, что вы можете жить в Москве, в Петербурге, в Туле, в Архангельске, в любой республике в составе РФ. Вот если у вас какой-то судебный спор, то важно, чтобы на всей территории РФ вот эта судебная система работала единообразно, одинаково. Да, и это вот и есть судоустройство, и там субъект ничего сам по своей воле поменять не может. Да, это исключительное видение РФ. То же самое прокуратура. Мы с вами знаем, да, что прокуратура – это правоохранительные органы, осуществляет общий надзор за законностью, правопорядком. Прокуратура обязательно участвует в уголовном процессе, да, прокурор представляет государственное обвинение в уголовном деле всегда. И опять же важно, чтобы прокуратура по всей территории страны была, ну, как бы, вот одинаковой и одно и то же дело, да, они разные. Также вы видите здесь отрасли права, вот гражданское, уголовное. Тоже, да, это исключительное видение, потому что, вот, например, гражданское право регулирует все виды сделок – купли-продажи, дарения, мена, наследования. Ну, и для нормального функционирования общества важно, наверное, чтобы на всей территории РФ вот эти сделки совершались одинаково. Потому что, ну, вот, например, когда мы говорим про экономическую жизнь, какие-то товары, поставки идут из одного региона в другой, безусловно, заключается сделка, договор по этому поводу. И, конечно, важно, чтобы эти сделки, да, вот, правила ее заключения, расторжения, они были абсолютно одинаковы на всей территории РФ. Иначе даже просто торговля внутри страны будет невозможна. Поэтому, соответственно, гражданское право в исключительном видении. Уголовное право. Здесь какая логика? Уголовное право касается серьезных правонарушений и преступлений. И важно, чтобы на всей территории страны, независимо от области города, края, республики, за преступления было какое-то единообразное наказание. Не может быть такое, что за убийство в одном регионе там вот такой срок дают, а в другом другой. Да, то есть уголовное право для всей страны должно быть одинаково. Так же, как и гражданское. И мы об этом сказали. Да, все процессуальные отрасли тоже исключительно видны, потому что они регулируют судебный процесс. Опять же, важно, чтобы по всей территории страны судебные процессы шли одинаково. То есть вот эта логика, она работает. Если что-то должно быть одинаково на всей территории страны, единообразно, что-то очень важное, это исключительное видение РФ. Еще из интересного. Вот, например, в тестах иногда встречается метеорологическая служба. И ребята часто путают, относят ее к совместному видению. Это не так. Метеорологическая служба – это погода, да, например, прогноз погоды. Ну, это исключительно виднее, потому что, опять же, это важно для организации транспортной логистики, для самолетов, которые летают между разными регионами. Да, важно, чтобы это было одинаково. Везде все четко. Метеорологическая служба – это тоже исключительное видение РФ. Ну, государственные награды, почетные звания РФ, понятно, да, там, Герой России, например. Федеральная госслужба. Опять же, слово «федеральная» всегда нам показывает, что это исключительное видение, всегда-превсегда. Давайте теперь посмотрим, что находится в совместном видении РФ и субъектов. Заметим, в совместном видении. То есть это не то, чтобы вот каждый субъект полностью вот сам решает что-то по каким-то вопросам, абсолютно вот можно по-разному. Нет, имеется в виду, что есть какой-то общий и базовый принцип для всей страны, но в зависимости от своей культурной, этнической, климатической ситуации можно и нужно что-то там вот подстраивать, да, под региональные реалии. Поэтому это в совместном видении. И это 72-я статья Конституции. Что у нас тут? Обеспечение соответствия Конституции и законов республик, уставов и других нормативно-правовых актов, краев, областей и так далее Конституции Российской Федерации. Ну почему это совместное видение? Потому что очевидно, да, субъект сам вообще как бы должен тоже поучаствовать в том, чтобы его нормативно-правовые акты соответствовали Конституции РФ, да. Защита прав и свобод человека и гражданина, защита прав национальных меньшинств, обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности, вопросы владения, пользования и распоряжения землей и другими природными ресурсами, разграничение государственной собственности. Тоже интересно. Вот управление федеральной собственностью, да, там слово федеральный, мы уже знаем, что это всегда указывает на исключительное видение. Вот управление федеральной собственностью, это исключительное видение, а разграничение госсобственности, это совместное видение РФ и субъектов, да, то есть если вопрос тоже про госсобственность, но нет слова федеральный, это совместное видение. Природопользование, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, экологическая безопасность, охрана памятников истории культуры, общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, спорта, молодежной политики, координация вопросов здравоохранения, все это у нас идет в совместном видении. Защита семьи, материнства, отцовства, детства, защита института брака, как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемии, ликвидации их последствий, установление общих принципов налогообложения и сбора в РФ, отрасли, обратите внимание, какие отрасли в совместном видении, административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное, законодательство о недрах, об охране окружающей среды. Ну, если в 13-м это вдруг встретится, то там может быть экологическое, трудовое, семейное, такое бывало. И действительно, это отрасли, которые находятся в совместном видении РФ и субъектов. Да, то есть, вот там субъект, исходя из своей региональной специфики, может что-то как-то варьировать, ну, например, там вопросы каких-то пособий для детей или каких-то льгот для семей. Да, административное право, например, почему в совместном видении, скажем, размер административного штрафа, ну, например, там за безбилетный проезд на общественном транспорте. Ну, регион имеет возможность его как-то сам устанавливать и варьировать. То есть, например, штраф за безбилетный проезд на общественном транспорте в Москве выше, например, чем в Туле. Ну, исходя, видимо, из экономических реалий этих разных регионов. Да, то есть, административное право, семейное, трудовое, жилищное, оно в исключительном видении. Кадры судебных и правоохранительных органов, адвокатура, нотариат. Тоже не путайте, пожалуйста. Судоустройство и прокуратура. То есть, как устроены суды и прокуратура, это исключительное видение РФ. А кадры судебных и правоохранительных органов, то есть, конкретно, кто там будет судьей, председателем, точнее, там, секретарем суда, кто будет конкретно полицейским именно вот в этом регионе, в этом городе, в этой области. Ну, это субъект сам в состоянии, наверное, решить. Да, то есть, ну, не каждого полицейского назначают из Москвы, правильно же? Адвокатура, нотариат, это совместное ведение. Защита исконной среды обитания традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей. Установление общих принципов организации системы органов госвласти и местного самоуправления. И координация международных внешнеэкономических связей субъектов РФ. Вот, я понимаю, что задание это очень сложное. Надеюсь, что многие из вас уже к нему готовились, учили. Это замечательно. Потренируйтесь обязательно. У вас к этому уроку, как всегда, есть домашнее задание на платформе школы, можно его прорешать и еще потренировать. Ну, и просто вот по конспекту или по конституции тоже, пожалуйста, повторите. Это не бесполезно. Наоборот, это полезно, потому что 13 задание точно у вас будет. Мы точно знаем, что там и желаю вам с ним удачи.